Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Дмитрий Бивол победил Умара Саламова, победил уверенно, победил по очкам. Все, короче, как мы прогнозировали. Что в этом бою мы увидели? Мы в этом бою увидели, что если на Бивола идет боец, который держит его удар и идет, в принципе, весь бой, пусть неумело, пусть неграмотно, пусть как, как вам сказать, вот как любитель, грубо говоря. Либо через джеб, либо через пропуски, вот, понимаете? Если подходит он к Диме и кидает апперкот, он раз через раз попадает. Я давно не видел, чтобы у Димы там какие-то фингалы были, что-то как-то лицо подбитое. У него оно таким было. Дима опять, в принципе, 12-й раунд, наверное, проиграл, как и в предыдущем бою. То есть, в последние раунды что-то у Димы не вяжется, что с Ричардсом, что с этим вот Умаром Саламовым. То есть, какой мы делаем вывод? Что если бы Умар Саламов держал нормальный блок, а не с опущенных рук шел, если бы он подходил не только через джеб, но и там хотя бы через почтальоны, понимаете? Если бы он умел подходить с уходом в сторону, с уклоном, через нырок, через резкий нырок, если бы он на ближней дистанции впихивал не один только апперкот, а хотя бы 2-3, кто бы победил в этом бою, а еще черт его знает, скорее всего, Саламов бы и победил. То есть, удержать соперника, который держит его удар на дистанции, Бивол может, только если этот соперник плохо к нему идет. За счет удара он удержать не может никого. То есть, для меня, вот, например, ответ на вопрос, кто победит, Бетербиев или Бивол, в этом бою, вот мне теперь стало очевидно, никаких шансов у Бивола нет с Бетербиевом, абсолютно. Потому что Бетербиев это вот 2 Саламовых, вот если не 3. Если не 3, только не в плане, понимаете, качества бокса. По качеству бокса это 50 Саламовых. По качеству, понимаете, держалки, по качеству подхода к сопернику, по качеству работы на ближней дистанции, понимаете. По силе удара там я уж не говорю ничего. Поэтому Диме не светит победа над Бетербиевым. Ну, а так, молодец, Дима победил, прогноз у нас зашел. Диму поздравляем. И что сказать, ну, вот этот вот бой, посмотрите его, и вот скажите, вы хотите как Бивол изучать любительскую манеру, вот это все, вот там Усики, Ломаченки, Биволы, там многие говорят, что это и есть бокс, там всякие, знаете, там всем бокс, всякие там есть, которые говорят, вот это самое лучшее. Посмотрите, кто такой Саламов? Да, конечно, это не Крайк Ричардс, не Ленин Кастильо, получше чуть, но так, кто такой Саламов? Какой это боксер, ребята? Это просто большой человек, который за счет роста и движения вперед, и держалки что-то может показать. Вот и все, не более того. Посмотрите, что он Биволу, как бы, ну, что он с его лицом подделать умудрился. Поэтому разговоры о том, что манера Бивола должна там быть, а то, что я говорю, это там какие-то там бредни сумасшедшего, они уже должны закончиться, понимаете? Вот бой Бивола нам показал, что нет будущего манеры ведения боя, как вот у Бивола там и так далее, понимаете? Бокс меняется, и мы должны быть к этому готовы, Дима Бивол к этому не готов.